Воплощению русского, славянского типа красоты Мне было очень приятно, когда я общался с Алисой Крыловой Миссис Глобал, то есть живая легенда За 15 лет последние И занимали представительницы славянской культуры Славянской традиции этот почетный титул Но Алиса сумела отстоять это в Америке Кстати, завоевать в соревнованиях с Индией У нас здесь индийские гости есть Индия, кстати, второе место Да, Индия второе место завела Мы потом предоставим нашей индийской коллеге обязательно слово Но Алиса, к вам первый вопрос Я был очень приятно удивлен тому, что вы общаетесь с афонскими монахами Что вот эта культура аутентичная, духовная, вам знакома Как это? Обычно считается, что воплощение красоты, миссис Глобал Это что-то внешнее Расскажите, пожалуйста, про ваши семейные традиции У вас два брата, две синие Это хорошая, два брата Это две, значит, соответственно, сестры То есть вы с такой большой семьей воспитывались, конечно Многотетной То есть по православной обычной хорошей семье Что вы вынесли из этого опыта И как вам вытащили в духовную самобилизацию? Конечно, мне ее привели мои родители в духовность И я очень счастлива, что у меня есть такая возможность общаться с духовными монастами Что я вообще в детской церкви И у меня есть замечательные люди вокруг меня Которые, ну, в трудные моменты У меня есть жизнь Или, там, в трудные моменты Жизненные дети и близкие Помогают прийти в этой ситуации Должен образом Не падать духом И смотреть на жизнь Что касается семейных традиций То, конечно же, это очень важно В детстве они прививаются И что такое традиции? Какая-то привычка семейная Которая повторяется постоянно ежедневно Ежемесячно, ежемесячно И когда эти традиции складываются в любви И когда в этих традициях Ты можешь прививать на любовь Духовную любовь к Богу Любовь к людям Когда ты можешь научить в этих традициях Истории, знания какой-то географии И еще чего-то нужного важного У вас две дочки Вы поете у колыбельных? У меня две дочери Конечно же, я пою колыбельные Своей младшей дочери Светлой колыбельные Моей дочери любимая песня Вы кримите Которая пела на международном конкурсе Консантель На старославянском языке Прямо на старославянском языке? Прямо на старославянском языке Нашу страну мы стали должным образом Мы спели песни на старославянском языке И это моя собственная песня Мы записали клип И очень красиво получилось Конечно, Америка была сразу покорена А вы могли бы нас, нашим журнаме В столовце стал обрадовать Несколько вот этих славянских Таких позитивных вибраций Вот сегодня исполнится Я думаю, что мы включим видеоролик Он гораздо красивее Там такой очень красивый Национальный костюм И смотрится такой очень феерически красивый Гораздо интереснее Что касается родителей То я даже помню С моего раннего детства Как от моих родителей Принували мне какие-то семейные ценности Это не говорится сейчас о том Что это какие-то там сложные вещи Которые как-то надо учить Или что-то выполнять Нет, это мелочи Которые нужно делать каждый день Когда вы встречаете своих родителей Когда они приходят с работы И ко мне сразу бегут мои дети И меня целуют, обнимают Там, мамочка, как дела? Ко мне сразу подходит муж И вообще все, кто находится в моем доме Они все меня встречают Нет такого, как, знаете, как Каждый занимается своим телом Мы спрашивали привет Привет, а в другой комнате мы встречаем Нет, все бегут меня встречать И это традиция Она с моего детства Потому что когда я была маленькая Когда мои родители возвращались за мной Я всегда бежала их встречать Все мои кошки бежали изначально Моих родителей И мы в Бразии Все мы бежали И когда они уходили из дома Я помню, как я со сциклами рыдала И говорила, не уходите ни оставляй Ну что ж, вот вы как раз для нас в воплощении Вот вы же родились в Мирном И это как раз можно ассоциативно Сейчас вы вместе с Миром С одной стороны С другой стороны Как письмеки Внесете Мир всему миру У меня вопрос к замечательному художнику Александр Александрович Шилову Мы знаем, что Александр Максович Ваш папа портретист В основном пишет портреты Вы как действительно члены Академии Российской Академии Художеств Академии Кюр-Академии Представляете русскую Рейпинскую, Сорьковскую Реалистическую школу Потому что как раз Сейчас, мне кажется В нашу эпоху Все смешения наиболее важны Мне такой первый вопрос Он будет немножко Такой даже игровой Александр Александрович Вам было бы интересно Вот в качестве образа Использовать Алису И вот среди берез Как вы часто любите изображать Выписать ли Алису Крылова Я всех поздравляю Сначала вот это Ваше мероприятие Потому что оно очень значимо Очень важное сейчас Действительно везде все Когда реально рушится Вот я как в общем-то Средник поколения Еще молодой Можно сказать Очень переживаю За судьбу Нашей Родины Не той политики Которая проводится А именно Родина Потому что ребята Тут ни при чем Дети ни при чем здесь А вот то, что Духовное крушение идет Страшное С дикой совершенно потрясающей силой Вот я не могу на это смотреть Так сказать Безразлично Да Взял холст Взял утюдник Пошел там в лес Пишу работу И думаю о том Что происходит вокруг Вы знаете Это очень сильно накладывает Большой отпечаток То есть художник Тогда является настоящим Вот мое мнение Такое Субъективное Когда он через свои работы Показывает ту действительность Которая вокруг То есть вот например Я пишу о работе Я живу теми годами Там Концом 70-го Начало 80-х Когда было стабильно Лирично Романтично Все Да Вот Моя такая позиция Да И то, что пришла перестройка И все начало рушиться Да Сейчас вообще уже просто Пляски сатаныши называется Да Значит Я стараюсь в пейзажах Отобразить Именно то время Вот это вот спокойно Когда можно было Заниматься творчеством Когда внутренняя политика государства Способствует Вспомните Песни Вспомните фильмы Все На чем сейчас Что-то делается Вот эту пену Полует это все на том Что это уже было Ведь ничего нового Практически не создается Это так мало Что оно незаметно А что касается Конечно Вот сейчас Вот этой вот выставки Это вот такой яркий мазок Яркий пример Тому Что еще Россия жива Что мы должны сохранить традиции Прежде чем Конечно Семейные Мы должны это поддерживать Мы должны это аккумулировать И умножить Что называется И сделать некую такую Армию По защите Наших духовных интересов Именно по защите Почему-то мы должны Всегда Со всем Я сам христианин Вот Центренный человек Но я понять не могу Почему мы так Как это Относимся К этому очень Ну вот И Бог с вами То есть Да Вот Не будем судить никому Нет Знаете Надо защищаться Реально Надо защищаться И надо защищать Вот когда на Россию Нападали Вот почему-то брали Там оружие защищались Да Вот сейчас идет Массовое нападение Только информационное А почему не защищаться Давайте защищаться Тогда Значит По поводу девушек Конечно Алиса С удовольствием Напишу С Березком Естественно Договориться Выбрать время И создать некий Такой образ Россия Через Такую Эстетику Красоты И вашего лица И фигуры Вообще Такой образ Образ Молодой Растии Возрождение Молодой Успешный Счастливый Улыбается Одна ремарка Александр Шилов Прекрасный Художник Сын Великого Русского Художника Александра Максовича Шилова Который Является Почетным Председателем Третьего Славянского Форума Изобразительного Искусства А значит И покровителем И этого Кокуса О семейных традициях Замечательно То есть И есть Как раз Воплощение Семейных традиций Вот Кстати Александр Вам вопрос Понятно Что Как мама Алиса Поет Своим Девочкам Колыбельной А как Вы Сына Укладываете Спать Я просто Знаю Что Вы Всегда На ночь Ему Рассказки Сказку Мне Так Как Христианином Являюсь Отцом Мой долг Можно сказать Я его Приучил Молиться На ночь И вот Вместе Мы На ночь Обязательно Ночная Молитва По дороге Сели Очень Наш И то И другое И все Цветы Так что Огромное Спасибо У меня Еще Такой Вопрос К Вам А вот Сейчас Вы 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 Не Баетесь Что Вам Все Таки Водорепортер Составить Конкуренцию То есть Нет Это Очень Хорошо Ну Значит Кто С мечом Как в руках А кто С хищем Но Все Таки Отстаивают Вот эти Сильные Позиции России Огромного Спасибо Низкий Поклон Александр У нас Присутствуют Замечательные Гости Из Индии Мы только Что Говорили Про Индию Это Наш Геополитический Сотрудник И Вообще Академик Опейца Сказал Что Два Группы Народа С глобальным Мышлением Он Выделял Славян Русский И Индия То есть Это Те Люди Которые Способны Растождествиться От Узких Национальных Интересов И Выйти На Миссианскую Какую Идель Анжи Шахани Представляет Свой Собственный Бизнес Модельный Дом А также Она Учитель Йоги И Местный Вопрос По Семейной Традиции Я знаю Что В Индии Божество Воплощения Традиции Это Ганеша Это Бог Со Слоной Головой Ему Поклоняются Потому Что Он Покровительствует Роду Покровительствует Семейным Отношением И Даже Начинаются Все Мероприятия Как раз Ганеша Учий Поскольку Он Такой Как Патриарх Можно Сказать Если У вас Это Божество Дома И Если Есть То Как Вы Соследаете Свои Семейные Традиции Большое Спасибо Сергей За То Что Пригласили Меня Сегодня Божество Ганеша И Одним Самых Почитаем Божествен Индия Каждая Традиция Или Какая-то Новая Встреча Всегда Начинается С Молитвы Ганеша Он Самый Главный И Бог Номер Один В Индии Молитвы 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 Ганеша В течение Одиннадцати Дней Все могут почувствовать Что Ганеша Приходит в вашу жизнь Ваш дом Вы Придлагаете ему Сладости Вы Не оставляете его Одного В течение Дней Приглашайте Многих гостей Ваш дом Кормите Угощаете И Вместе Отмечаете Спасибо Анжела Следующий вопрос Вы уже 10 лет живете в России И Вы можете сравнивать Мы знаем Что Согласно статистике На сегодняшний день Наименьшее количество разводов В Индии Менее Одного Процента То есть Это Страна С такими Очень Крепкими Семейными Узами Связями Мы видим Что Вы Очень бережно Трепетно Относится К матери То есть Мать Это Фактически Как Такого Урня Отношения Наверное Одной стороне Мира Нет Что Вы можете Сказать Про русские Семейные Традиции Как Вы Видите Путь Для того Чтобы Укреплять Позитивный Опыт Индии Применять У нас На российской Почве Я живу В Индии Больше Половины Моя Жизнь 23 лет Я живу В Индии Больше Половины Моя Жизнь Около 23 лет У меня Двое Детей 21 19 И Двое Семья Я родилась в очень традиционной, консервативной семье. Но, как вы все знаете, индийская традиция очень консервативная. Очень важно было для меня и моего мужа сделать приоритетом для наших детей основной культуры. Потому что они жили в Гонконге, потом они жили в Лондоне, потом они жили в России. Поэтому мы должны были напоминать о наших молитвах, о наших традициях, о наших праздниках все это время. Допустим, когда мой сын приезжает домой из школы, из университета, ему нужно прикоснуться к нашим ногам. Это выказывает уважение, и возможность сохранить культуру уважения к отцу и матери. Еще также очень важно, когда гости приходят к нам в дом. Для нас гость – это Бог. Поэтому мы учим наших детей, что любой гость, несмотря на то, что он может быть небогатым, он может не придерживаться нашей регионе, он может быть бедным, он все равно для нас является божеством Бога. Наши дети не курят и не употребляют только напитки в нашем присутствии. И в любом моменте, когда они принимают какие-то важные решения в своей жизни, они всегда консультируются с родителями. Они не пьют напротив вас алкоголь или вообще нет? Это очень важно. Мы рекомендуем им не употреблять алкоголь, но мы должны быть примерами. Но в присутствии нас нет. Это очень хорошо. Это позитивный опыт, который мы обязательно будем применять в России. Я считаю, что это одна из важных национальных вообще-то сверхзадач и проблем делок в реализации страны. И вот рядом с нашей замечательной гостьей Анджи Шаханни сидит тоже мастер. Анджи мастер йоги. Лафин йога – это йога блаженства, йога радости.